Как Маркс и предполагал, его очень быстро выслали из Парижа. В августе 1849-го Маркс и семьёй переправились через английский канал и отправились в Лондон. Началась жизнь в эмиграции, которая продлилась 34 года. В Лондоне Маркс, занимаясь научными исследованиями, написал Библию рабочего класса. Капитал. Пять лет спустя. Ты ещё хочешь послушать ту историю? Папа! Папа! Ты сказал, что сегодня принесёшь нам хлеб. Дети. Картошка тоже очень вкусная. Карл, где твоё пальто? Я заложил его и получил немного денег. На улице я встретил одного эмигранта-революционера. Он подарил мне пакет картофеля. За это я дал ему немного денег. Прости, дорогая. Мне должен был заранее отложить немного денег. Ничего, Карл. Я знаю, что те деньги потрачены на полезное дело. Только ты не должен был закладывать своё пальто. Как ты теперь проведёшь эту фронизывающую до костей зиму? Не волнуйся за меня. Как муж. Боль мучила его весь вечер. Сейчас он наконец-то заснул от усталости. Моё бедное дитя. Я уже потеряла Гвида и Франциску. Я не хочу терять больше ни одного ребёнка. Этого не случится. У меня теперь есть деньги. Я сейчас же пойду за доктором. Господин Маркс, вы должны плату за полмесяца. Что бы вы ни сказали, сегодня вы должны заплатить. Хозяйка, пожалуйста, отстрочите плату на несколько дней. Скоро мой друг пришлёт мне деньги. Ха, я только что видела, как ты ходил в ломбард. Значит, у тебя есть какой-то доход. Хозяйка, я заложил своё последнее пальто и получил немного денег. Мой маленький сын болен. Я должен потратить эти деньги на доктора для него. Эти деньги могут спасти ему жизнь. Спасти жизнь? Не заплатите? Тогда обнаружите, что вашему сыну негде будет даже защищаться от холода. Либо платите сегодня, либо убирайтесь отсюда. Хозяйка, у нас есть картошка. Возьмите. Только, пожалуйста, не выгоняйте нас. Наш брат тяжело болен. Ему нельзя на ветер. Пожалуйста. Хозяйка, вы ведь тоже мать. Прошу вас, посмотрите на страдания этого ребёнка. Дайте ему ещё один шанс. Пожалуйста, дайте нам ещё три дня. Через три дня мы обязательно всё заплатим. Не говорите ничего больше. Или платите, или уходите. Я буду стирать вам одежду, мыть пол, чистить туалет. Женни. Хозяйка. Я с детства служу госпоже. Работаю очень хорошо. Возьмите меня. Я буду прислуживать вам. Прошу вас. Прошу. Папа. Мама. Карл! Что здесь происходит? Дорогой друг, ты так вовремя. Карл, Женя, дети, я принёс деньги. Надеюсь, не слишком поздно. Раз принесли деньги, тогда платите за квартиру. Надеюсь, в следующем месяце плату можно будет получить так же быстро. Спасибо тебе, Энгельс. Прости, я пришёл слишком поздно. Как ребёнок. Не очень хорошо. Я сейчас же пойду за доктором. Папа. Муж, не разговаривай. Папа здесь. Папа, ты обещал мне, когда у нас будут деньги, ты купишь мне игрушку. Я не хочу пить лекарства. Я хочу игрушку. Хорошо. Подожди. Папа сейчас же принесёт тебе игрушку. Муж, ты поправишься. Мама приготовит тебе вкусное. Папа. Мама. Муж. Муж. Моё дитя. Что это за времена такие? Что же это за общество? Я всем сердцем добиваюсь счастья для страдающего народа. Но я не могу обеспечить условия существования даже своих собственных детей. Как я могу называться отцом? Я больше не выдержу. Карл. Так и есть. Путь, по которому ты идёшь, единственно верный. Для того, чтобы не допустить ещё больше трагедий, ты должен держаться. Энгельс. Ты знаешь. Все мои дети очень чуткие. Всё понимают. Именно потому, что их отец твёрдо стоит на своём. Каждый из них переносит множество страданий. Теперь же я не могу купить даже гроб, чтобы похоронить его. Каждый из них переносит. Но если ты будешь продолжать своё дело, то это может спасти детей всего мира. Я не хочу, чтобы смерть нашего ребёнка была напрасной. Ради них ты должен продолжить идти по своему пути. Муж. Папа обещает. Кто даст увидеть тебе счастливое будущее? Несколько месяцев спустя. Британский музей. Нельзя выразить, как не хватает нам этого ребёнка на каждом шагу. Я перенёс уже много несчастья. Но только теперь я знаю, что такое настоящее несчастье. При всех ужасных муках, пережитых за эти дни, меня всегда поддерживала мысль о тебе и твоей дружбе. И надежда, что мы вдвоём сможем сделать ещё на свете что-либо разумное. Моя книга «Критики политической экономии» скоро будет опубликована. Энгельсон. Господин Маркс, Простите, простите! Простите, господин Маркс! Ничего, парень. Ну, откуда ты знаешь моё имя? Вы приходите каждый день. Я услышал, как вас все тут называют. Парень, ты простыл? Да, господин. И как тебя зовут? Господин Маркс, меня зовут Том. Дома так холодно, что я промёрз. Господин, вы каждый день здесь читаете книги. Наверняка вы много знаете. Есть кое-что, чего я не понимаю. Можно спросить у вас? Хорошо. Спрашивай. Дома нет угля. Очень холодно. Поэтому я спросил у папы. Разве ты не работаешь в шахте? Почему тогда не купишь угля? Папа сказал мне, что хозяин шахты уволил их. Поэтому нет денег на уголь. Тогда я спросил, почему хозяин тебя уволил? Папа сказал, потому что угля слишком много. Господин, папин ответ сбил меня с толку. Дома нет угля, потому что угля слишком много. Раз угля много, то можно получить за него больше денег. Папа должен был заработать больше денег, но он наоборот потерял работу. Скажите, разве это не странно? Я спрашивал у папы, но он тоже не может понять. Том, ты не понимаешь этого потому, что у хозяина шахты есть тайна, которую он тебе не рассказал. Какая тайна? Скорее скажите мне. Это тайна капитала. Жизнь тайны эксплуатации. Труд создает стоимость. Стоимость, которую создал твой папа своим трудом. Хозяин или капиталист тайком забрал себе. Стоимость? Проще говоря, твой папа тяжело работает с утра до вечера. На самом деле, большую часть этого времени он работает на хозяина бесплатно. Этот бесплатный труд попадает в кошелек хозяина. Это и есть прибавочная стоимость. Хозяева все богатеют и богатеют, а твой отец может получить только заработную плату, которой едва хватает на жизнь. Это и есть тайна эксплуатации. По какому праву он эксплуатирует моего папу? Потому что у него есть капитал. Потому что угольный завод принадлежит ему. У рабочего нет ничего. И для того, чтобы выжить, он должен работать на капиталиста. Позволять капиталисту себя эксплуатировать. Я понял. Из-за эксплуатации заработная плата папы очень маленькая. Но я все равно не понимаю. Если папа добудет много угля, угля будет больше. Почему тогда хозяин не награждает папу, а наоборот не дает ему работать? Том, угля много не на самом деле. Бедняки, которым нужен уголь, не могут его купить. А богачи, которые могут его купить, не в состоянии использовать так много. Все только выглядит так, как будто угля много. Я называю это явление относительным перепроизводством. Избыток угля не продается. Хозяин угля не может заработать деньги, и поэтому не платит рабочим зарплату. Поэтому твоему папе остается только пойти домой. Я понял. Поэтому из-за того, что угля слишком много, мой папа потерял работу. А почему тогда хозяин угля не продает уголь беднякам, которым он нужен немного дешевле? Ты смог задать такой вопрос. Я удивлен. Это потому, что погоня за прибылью сущность капитала. Получение прибыли это источник жизни капиталиста. Продажа угля по сниженной цене для капиталиста означает смерть. Поэтому они этого и не делают. А что нам тогда делать? Мы должны сделать так, чтобы как можно больше рабочих узнали эту тайну. Отобрать фабрики у капиталистов. Сделать рабочих главными. Том, жалко, что ты знаешь, пока только мало букв. Так бы ты смог почитать мою новую главу. Политическая экономия. Критика, дитя. Господин Маркс, мне надо скорее вернуться домой. Рассказать эту тайну папе. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Если будет возможность, приходи к нам домой поиграть. Все будут рады тебя видеть. Хорошо. Если бы муж был жив, он был бы примерно такого же возраста. Рассказать эту тайну папе. Смотри, его тоже зовут Том. Он крутой? Ребята, какую книгу хотите сегодня послушать? Шекспира. Данте. Сервантеса. Бальзака. Критику политической экономии. Том пришел к нам в гости. Сегодня я разрешаю вам послушать истории на полчаса побольше. Дом Марксов был богат духовной пищей. Возможно, именно это помогло им выдержать крайнюю стесненность материального положения. В капиталистическом обществе свободное время одного класса создается посредством превращения всей жизни масс в рабочее время. капитал. Капитал это мертвый труд, который, как вампир, живет за счет высасывания живого труда. И живет тем полнее, чем больше живого труда он поглощает. Дорогой, тебе письмо. От Энгельса. Отправлено Вейдемейром из Америки. С тех пор, как Нью-Йорк Дейли Трибун перестала принимать рукописи, наш доход намного уменьшился. Скорее посмотри, есть ли у него хорошие новости? Все еще не нашлось редакции, которая заказала бы тебе статью. Что? К тому же экономика Америки приходит в упадок. По всей видимости, торговый кризис затронул Америку сильнее, чем можно было подумать. Если бы не подарок Вольфа, мы бы не выжили. Вольф, наш товарищ по оружию. А главное, он член нашей семьи. Перед смертью все свои сбережения он завещал нам. Люди будут тяжело переживать его смерть. Я думаю, тяжелее всего Энгельсу. Напишу ему письмо, чтобы немного утешить. Дорогой Энгельс, я и ты одинаково опечалены смертью Вольфа. Мы потеряли самого преданного друга. Немецкая революция потеряла бесценного человека. Однако, радует то, что мои прошлые прогнозы уже подтвердились. Если капитализм не сможет устранить свои основные противоречия, то невозможно будет избежать периодических вспышек кризисов. Пришло время разрешить этот вопрос, чтобы простые люди поняли истинное положение вещей. Карл, кризисы наступают снова и снова. Это означает, что в капитализме безусловно заложена большая проблема. Завершение твоей работы по исследованию экономики не терпит отлагательств. Чем скорее, тем лучше. Открой взор у людей всего мира труд, в который ты вкладывал все свои душевные силы более десяти лет. Мой старый друг, я понимаю твою спешку, но сейчас не время публиковать эту работу. В последнее время мое неврастение ухудшилось. Пересматривая свои прежние статьи, я все время обнаруживаю немало проблем. Чтобы впоследствии избежать этого сожаления, мне необходимо ознакомиться с большим количеством материалов и стремиться выполнить все идеально. Кроме того, название «Критики политической экономии» недостаточно точно отражает содержание книги. На днях мать прислала мне письмо с жалобами, если бы я сколотил капитал, а не писал о нем. Было бы намного лучше. Это навело меня на мысль, может просто взять и назвать книгу «Капитал»? Карл, я знаю о твоей дурной привычке. Ты всегда стремишься к совершенству, но по правде говоря, очень часто мы со стороны даже не замечаем того, что ты сам считаешь недостатками своих статей. Я очень жду, когда твой труд по экономике выйдет в свет. Я верю, что это будет фундаментальный труд, который изумит весь мир. Я, как и ты, верю, со вспышками торговых кризисов классовые противоречия усугубятся, с повышением революционной осознательности рабочего класса в ближайшем будущем разразится новое сражение. Старый друг, я скучаю по тебе. Карл, забыла тебе сказать, когда днем ты ходил в британский музей, издатель Мейнсер опять приходил за рукописью. Не забывай, с тех пор, как ты должен был сдать рукопись, прошло уже 10 дней. Женни, ты ведь понимаешь меня. До тех пор, пока я не напишу полностью законченную вещь, я не могу отправить какую-либо ее часть. Несмотря на все недостатки моих работ, у них есть одно достоинство. Так они являются цельными произведениями искусства. Пока они не пристанут передо мной в законченном виде, нельзя отдавать их в печать. Вот, смотри, смотри. Опять нашел логическую ошибку. Несколько недель спустя. Господин, господин Мейнсер опять прислал человека с просьбой передать рукопись. Скажи ему, что я заболел. Мне нужно еще несколько дней. Не торопи его. У Карла серьезное воспаление легких, и опять начали появляться нарывы. Он сам тоже торопится, а беспокойство у него бессонница. Он может уснуть всего лишь на несколько часов, и даже во сне говорит что-то о прибавочной стоимости, переменном капитале, абстрактном труде. Спустя год. Карл, капитал еще не опубликован? Энгельс. Ужасное воспаление легких, и еще более ужасные нарывы не дают мне спокойно писать. Еще полемика с надоедливым фоктом задержала меня на два года. Сейчас надо заниматься первым собранием представителей международного товарищества рабочих. Также необходимо вести борьбу с прудоновскими элементами. Нам совсем нет времени писать книгу, только вечером можно работать. К тому же, я хочу написать эту книгу как можно идеальнее. твое стремление к совершенству восхищает. Однако, рабочим сейчас очень нужна эта книга. Сейчас самый удобный момент. Пусть будет по-твоему. Тогда я не буду ждать, когда все тома будут полностью готовы. Сначала выпущу первый том. Добро пожаловать в мой замок. При исторических зачатках капиталистического способа производства жажда обогащения и скупость господствуют как абсолютные страсти. Капиталистическая система требовала рабского положения народных масс, превращая их в самих наемных работников и превращение средств их труда в капиталы. Централизация средств производства и обобществления труда достигают такого пункта, когда они становятся несовместимыми с капиталистической оболочкой. Она взрывается, бьет час капиталистической собственности. Энгельс, в науке нет широкой столбовой дороги, и только тот может достигнуть ее сияющих вершин, кто не страшась усталости карабкается по ее каменным утесам. Итак, этот том готов. Только тебе обязан я тем, что это стало возможным. Без твоего самопожертвования ради меня я бы никогда не закончил. Обнимаю тебя в полной благодарности, мой дорогой, верный друг. Привет. 14 сентября 1867-го, после более 20 лет упорных исследований, в которые Маркс вложил все свои силы, первый том эпохальной работы «Капитал» был наконец-то официально выпущен в Германии и в Гамбурге. «Капитал» объяснил природу и законы капиталистического общества, сделал социализм настоящей научной теорией, обозначил рождение марксистской политической экономии. «Капитал» стал самым серьезным, самым богатым марксистским произведением и был назван Библией рабочего класса». Продолжение следует...